Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы поговорим сейчас о втором послании апостола Павла к Тимофею. Вернее, начнем этот разговор с первой главы. Второе послание апостола Павла к Тимофею ориентировочно датируется приблизительно серединой 60-х годов первого столетия. Вообще говоря, существует несколько, по крайней мере, две альтернативные точки зрения на события в жизни апостола Павла с конца 50-х до примерно 65-67 года. Связано это еще и с некоторой неопределенностью с датой гибели апостола. Ну и в зависимости от того, какой точки зрения на хронологию событий в жизни Павла придерживаются исследователи, обычно они датируют второе послание к Тимофею либо примерно 64-м, либо примерно 66-м годами первого столетия плюс-минус год. Вообще говоря, это не такая большая разница, потому что в конечном итоге содержание послания оказывается привязанным не столько к событиям биографии апостола Павла и, соответственно, датировкам, сколько к тому, что происходило в жизни Тимофея, в жизни группы эфесских христианских общин, которые он возглавлял, и общины в Тарааде, ну и, соответственно, в жизни апостола, конечно, тоже. Поэтому, строго говоря, можно и не придираясь к датировке обратиться к содержанию этого послания. Есть еще один немаловажный вопрос, связанный с посланием вот этим, вторым посланием к Тимофею, и некоторыми другими текстами апостола Павла, такими, как послание к Титу и, вероятно, послание к евреям, может быть, и некоторые другие. Это так называемая проблема псевдонимичности. Дело в том, что при внимательном исследовании текстов апостола Павла, да и не только апостола Павла, кстати говоря, например, второго послания Петра тоже, Многие исследователи обращают внимание на то, что слова и выражения, и даже идеи, которые наблюдаются в этом послании, иногда очень точно соответствуют жизненному контексту эпохи служения апостолов, чьи имена вынесены в заголовке посланий, а иногда не очень соответствуют или даже совсем этому не соответствуют. Ну и в этом случае принято говорить, что, возможно, письмо было написано кем-то другим в несколько другое время, обычно примерно на четверть столетия более позднее, чем традиционная датировка. Ну вот и было подписано именем некоего авторитетного человека, в данном случае апостолу Павла. Ну, по совести сказать, такая псевдонимия была довольно распространенным явлением в ту эпоху вообще и в библейской письменной культуре в частности. И, скажем, мы знаем значительное количество ветхозаветных текстов, которые по определению по природе своей псевдонимичны и являются действительно некоторыми более поздними сочинениями, надписанными именами более древних авторов, известных, авторитетных, ну, с целью, скажем, привлечь внимание к данному конкретному тексту. В Ветхом Завете повторяю таких примеров множество, в общем, убедительно доказанных. В Новом же Завете, вероятно, это и возможно. Более или менее общее мнение, ну, или почти общее, что вот таким псевдонимичным документом является послание к евреям. Уже в глубокой древности, еще в дооригеновые времена, рассуждая о авторстве послания к евреям, обычно сомневались в том, что его писал Павел. Ну вот, но тем не менее, в данном случае и современные ученые тоже высказывают некоторые, не то чтобы прямо уж сомнения, но некоторую неуверенность в отношении авторства апостола Павла. С одной стороны, письма уносят довольно личный характер, и трудно представить себя, собственно, кто, с какой целью, почему стал бы создавать псевдоэпиграф, то есть текст, надписанный именем авторитетного человека, вот на такую тему. Понятно было бы, если бы писался в виде псевдоэпиграфа какой-нибудь глубокомысленный богословский трактат с тем, чтобы приписать вершины богословской мысли кому-нибудь более авторитетному. Ну, это еще было бы относительно понятно. Но кому и зачем потребовалось создавать псевдоэпиграф вот такого содержания, это довольно большой вопрос. Строго говоря, конечно, для современного читателя вопрос о псевдонимичности послания скорее представляет академический интерес, потому что в любом случае этот текст был признан церковью как авторитетный, содержащий важные компоненты христианского учения, и потому вошел в канон священных книг Нового Завета. И в этом смысле является ли оно в самом деле текстом написанным или продиктованным Павлом или нет, это вопрос не такой важный. Ну вот. Ну и еще, конечно, довольно разумным при взгляде на второе послание к Тимофею, да и на послание к Титу тоже отчасти и на первое послание к Тимофею, довольно разумным выглядит предположение, что человек, который записал этот текст, скорее всего, был хорошо знаком с оригиналом апостола Павла, который был утрачен, скажем, в результате гонений или каких-то нестроений в общинах. Подобного рода вещи происходили и имели место сплошь и рядом. Мы знаем послание апостола Павла, например, к Лаодикийцам, к Магнезийцам, которые существовали, а потом пропали, утраченные. И сейчас мы не знаем, что в них было написано. Ну, вероятно, по крайней мере, возможно, что некий человек знал о существовании писем Павла к Тимофею и к Титу на Крит. Ну, это могли быть разные люди, конечно же. Да, и читал их, и знал достаточно хорошо, а через какое-то время, уже после гибели Павла, обнаружилось, что тексты утеряны. Ну, может быть, в этом случае человек попытается вот так восстановить этот текст. Повторяю, все же принципиального значения для нас это не имеет, поэтому мы будем следовать традиционной атрибуции и считать эти тексты посланиями именно апостола Павла. Тем более, что там действительно много вещей, которые вполне соответствуют стилю апостола и образу его мыслей. Теперь, собственно, первая глава этого послания открывается, как часто это бывает в посланиях апостола, приветствием над писанием адреса и благодарением. Апостол Павел здесь вначале пишет, Павел волею Божию апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе. Вот он обращается к Тимофею, возлюбленному сыну. Тимофей действительно был для Павла в каком-то смысле духовным сыном, действительно он учился у Павла, он трудился вместе с Павлом, много времени провел, слушая проповеди и учения апостола Павла. Вообще говоря, для духовной традиции той эпохи, по крайней мере в Израиле, например, среди фарисеев, да и среди христиан тоже, собственно, так и получается богословское образование и духовное образование. Ну вот, апостол обращается к этому очень близкому ему человеку и при этом начинает свою речь со слов «Волей Божьей апостола Иисуса Христа». Для Павла это не просто некое формальное заявление, там, титулование. Для него важно, и он во многих посланиях обращает на это внимание и говорит об этом развернуто. Для него важно, что это он не сам придумал, не сам решил стать апостолом. Сам-то он как раз наоборот был гонителем Церкви Божьей, как вы помните, и обратился на пути в Дамаск, когда Господь сказал ему «Савл, что ты гонишь меня». Вот Павел часто обращает внимание читателя на то, что сам по себе я вот был гонитель. То, что я стал посланником Господа Иисуса Христа, это не потому, что я себе это выбрал. Не потому, что я это придумал, не потому, что я это захотел, а вот волей Божьей апостолу Иисуса Христа. И, собственно, все то, что он делает, он объясняет именно силой Божьей, которая действует через него. Ну, с точки зрения христианской жизни, это чрезвычайно важный пример того, как человек делает очень важное дело, делает его Духом Святым, и нисколечко не присваивает. Нисколечко не присваивает. Это на самом деле очень серьезная вещь, потому что мы все склонны через полгода занятий каким-нибудь делом, особенно таким, относящимся к служению Божьему, да и не только, конечно же. Мы склонны считать, что уже это мое, и мое мнение определяет все только потому, что оно мое. Ну вот, это часто очень ведет к духовному краху, да и просто к жизненному, к житейскому краху, когда ты оказываешься вынужден расстаться с тем, что привык считать своим. Вот апостол в этом смысле дает нам очень поучительный пример. Очень поучительный, потому что и Тимофей, и община в Эфесе, и община в Трааде, и множество других христианских общин без Павла не существовали бы. Но все, что он сделал, и то, что эти общины возникли и живут, это не Павлу принадлежит, ни его идея, ни его заслуга. Все это совершается в воле Божьей. Дальше, в кратких стихах, с 3 по 5, апостол благодарит Бога за Тимофея. И, с одной стороны, для современного читателя это несколько странная формулировка, тем более вот в таком месте. Но все-таки это можно понять. Мы тоже иногда при встрече говорим друг другу, слава Богу, что я тебя увидел, слава Богу, что с тобой все в порядке, слава Богу, что ты трудишься, делаешь свое дело. Вот, собственно, об этом и говорит здесь апостол Павел. Но, поскольку он старается быть точным, то он и обращает свою радость от Тимофея туда, куда надо, к Богу. Поэтому он говорит, я благодарю Бога за твою веру, за то, что ты вот хранишь эту нелицемерную веру. Вот, что для апостола Павла здесь важно. Тоже, я бы сказал, довольно поучительный пример. Далее, основная часть первой главы содержит некоторые призывы апостола к Тимофею. Да, но в то же время и в рамках, в контексте этого призыва Павел говорит некоторые вещи, которые для него, может быть, выглядят самоочевидными, а для нас на самом деле являются записанным откровением о Господе. Вот смотрите, апостол, во-первых, обращается к Тимофею и призывает его возгревать или поддерживать вот тот дар Божий, который Тимофей получил через возложение рук апостола. Ну и, конечно же, довольно очевидно, что это некий ранний аналог того современного рукоположения, при помощи которого поставляется священство в современной православной церкви, и едва ли ни одной из наиболее ранних упоминаний об этом феномене. Вот апостол же говорит то, что для Тимофея должно быть понятно, что Тимофей через молитву Павла и возложение рук Павла получил некий дар Божий, благодатный дар Божий. И здесь тоже для нас важно снова и снова обратить внимание на то, что когда апостол говорит о дарах Божьих, когда он говорит о благодати, для него в первую очередь важно, что это дар щедрости, который для Бога является бескорыстным, и никак не соотносится с наличием или отсутствием человеческих заслуг. Бог дает этот дар милости, щедрости человеку или целым общинам, или всему человечеству, дает этот дар потому, что таково сердце Христа, а не потому, что люди тем или иным образом этот дар заслужили или на него напросились. Вот, собственно, об этом говорит апостол Павел Тимофеев. Ты принял этот дар Божий, и для того, чтобы он существовал, его необходимо некоторым образом использовать, практиковать, возгревать в себе этот дар, как выражается синодальный перевод. Тоже, на самом деле, неявным образом апостол, может, почти случайно напоминает Тимофею и нам тоже некоторое такое правило, касающееся благодатных даров Божьих, которые остаются с человеком, только если человек ими живет, их практикует, а если нет, то они, вообще говоря, остывают и исчезают. И дальше апостол говорит, вот, поддерживай в себе этот дар, потому что Бог наделил нас духом силы, любви и благоразумия. Таким образом, для апостола Павла важно, что когда человек призывается и поставляется на некоторое служение, вот Бог дает ему дух силы, любви и благоразумия. И вот этим духом надо жить, потому что, если получив духа силы, любви и благоразумия, ты будешь, тем не менее, жить духом немощи, нелюбви и безответственности, ничего хорошего не получится. Этот дар Божий будет улетучиваться. И, конечно же, понимаете, очень важно, дал нам Бог не духа страха, не духа боязни, как выражается синодальный перевод, или, там, не духом страха наделил нас Бог, потому что тоже Павел говорит вскользь вещи очевидные и для него самого, и, по-видимому, для Тимофея тоже, и совершенно не очевидные для современного христианина, потому что нам кажется, что как раз Бог наделил нас духом боязни, духом страха, что наша основная задача – трепетать Бога, бояться, бояться совершить, сделать что-нибудь не так, бояться нарваться на его гнев и раздражение, бояться, что он подглядывает за нами в поисках каких-нибудь ошибок и огрехов, как налоговые инспекции, а не как любящий отец. Понимаете, вот этот дух боязни, о котором Павел говорит, что его Бог нам не дал, он на самом деле ведь очень даже, оказывается, торжествует среди современных православных христиан. И это тоже надо про себя понимать. И надо понимать, что это духовное устроение, которое, в общем, прямо перпендикулярно о священном писании Нового Завета. Далее апостол говорит Тимофею о том, что с его точки зрения Тимофею следует не стыдиться того благовествования, которое возвещает Павел и которое Тимофей призван продолжать. Дело в том, что Павел, скорее всего, пишет из тюрьмы это послание, либо сразу после первой отсытки, в зависимости от того, какой исторический контекст мы примем, там, 64-го или 66-го годов. Так или иначе, Павел, скорее всего, узник в Риме, или только-только ослаблен его режим, или наоборот, что тоже предполагают многие ученые, режим ужесточился для Павла, и он понимает, что, в общем, в скором времени грозит гибель. Так вот, не стыдись, Павел предлагает Тимофею некоторый нестандартный взгляд на происходящее, именно потому, что сам Павел страдает, и Тимофей, да и все христиане в Трааде, где Тимофей, видимо, находится в данный момент, вероятно, в Эфесе, во всех других местах, все ходят под дамокловым мечом обвинений в государственные изменения, в нелояльности, чуть ли не в шпионаже в пользу парфии. Да, в этом смысле ничего принципиально нового за две тысячи лет здесь не произошло. И вот Павел говорит, нет, не надо этого стыдиться. Да, Христа распяли. Да, говорит апостол Павел, не стыдись свидетельства ни о Господе, ни обо мне его узнике, то есть том, кто страдает и арестован, и сидит в тюрьме за Господа Христа. Вот, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, потому что, конечно же, для современников, апостола, чрезвычайно важно понимать, что вот это человеческое отвержение Христа и апостолов, страдание, которое принимает Господь Иисус Христос, это именно жертва за людей, ради людей, а не справедливое, прости Господи, возмездие, которое обычно граждане империи привыкли приписывать центральным властям. Ну и вот поэтому апостол говорит, не стыдись свидетельству Господа Иисуса Христа. И как это часто бывает, начав говорить о Боге, Павел уже просто не может с этой темы никуда сдвинуться, он в каком-то смысле все остальное отодвигает в сторону, как менее важной, и старается сказать какие-то для него серьезные и существенные вещи именно о Христе. И вот он говорит, раздели мои страдания за Евангелие, или все на дальнем переводе, страдай с благовестием Христовым. Бог тебе даст сил, Бог тебе даст сил. И дальше снова, как я уже сказал, Павел не может, просто не может с этой темы съехать. Он говорит, он спас нас, обратил к нам святой призыв не по нашим заслугам, а по собственному замыслу и по благодати. Не по нашим заслугам, не по делам нашимся, на дальнем переводе, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе. То есть для Павла чрезвычайно важно провозгласить веру в то, что по своему произволению, потому что он так захотел, дается этот дар благодати. Собственно, это отличительная черта благодати, она дается не по заслугам. И вот апостол дальше продолжает говорить о том, об этом даре благодати, говорит, на самом деле, вот этот дар жизни был дан нам во Христе прежде вековых времен. Ну, такая несколько неожиданная формулировка, да и сама мысль тоже достаточно неожиданная. Но все-таки некоторые аналоги или параллели в мыслях людей той эпохи мы могли бы проследить. Для апостола здесь, по-видимому, важна такая тенденция иудейской богословской мысли говорить о том, что Мессия, Слово Божье, Премудрость Божья, Закон Божий в каком-то смысле существует раньше, если не во время, то в логике, раньше бытия мира, как сначала дается Тор, а потом создается мир, в котором Торе надлежит быть законом жизни. Сначала рождается Мессия, а потом создается мир, в котором Мессия предназначена стать царем и спасителем народа Божьего. Вот примерно такая логика время от времени, не сказать, чтобы регулярно, но все же встречается в том, как иудеи тех времен думают о такого рода вопросах. И вот здесь апостол Павел говорит, что да, действительно, так, а это от начала времен, прежде вековых времен дается нам благодать во Христе Иисусе по воле Божьей. То есть, в сущности, он говорит о том, что изначально нет воли отца моего, чтобы погиб один из малых сих, как выражается об этом Господь Иисус Христос. И вот теперь, говорит апостол, эта благодать стала для нас явной, стала для нас явной через явление Христова. «Тепей ее открыл Христос, который уничтожил смерть и зажег евангельский свет нескончаемой жизни, разрушившего смерть, явившего жизнь и нетление через благовестие», как выражается в данном месте синодальный перевод. Апостол таким образом говорит о том, что в Иисусе Христе вот та изначальная, прежде в вековых времен, благодать Божья, которая была дана заранее, предназначена для того, чтобы привести людей к вечной жизни, к жизни нетленной, вот она является через смерть и воскресение Христова, становится реальностью нашей жизни, вот как такой свет, который проникает в тьму и свет во тьме светит. И поэтому апостол говорит, я и не стыжусь, потому что чего мне стыдиться? Я знаю, что это действительно так, это благодать Бога, этот дар уже дан. Я знаю, в кого уверовал и уверен, что он силен сохранить залог мой. Таким образом, видите, апостол здесь очень ясно и явно подчеркивает знание того, в кого он уверовал, кому он доверяет. Это, собственно, и, если хотите, одно из определений того, что такое вера для апостола Павла, знать того, в кого ты уверовал. Ну и вдобавок, еще в конце первой главы, в стихах с 12 по 14, апостол, говоря Тимофею о учении и о вере, он использует такой довольно своеобразный способ мысли, способ рассуждений. Он говорит о залоге. Причем, в общем, я бы сказал, вполне в таком финансовом, экономическом смысле, как своего рода задаток при платежной сделке. И вот апостол говорит о том, что он отдал свою жизнь, как некоторый залог Богу, в надежде на то, что Бог этот залог сохранит и таким образом отношения апостола с Богом будут простираться в вечность, будут обеспечены некоторыми поступками со стороны Бога, тем, что Бог прежде вековых времен дал живительную благодать людям во Христе Иисусе, а со стороны Павла тем, что он отдал ему свою жизнь как залог, отдал ему, если хотите, свою биографию, время своей жизни и свое служение. Все, что он делает и продолжает делать даже в тюрьме, все это посвящено служению Христу, и это залог того, что и вся жизнь апостола также будет принадлежать Богу. Вот такая картина встает перед глазами апостола, и ее он предлагает Тимофею. И, соответственно, для Тимофея тоже он говорит, ну вот сохраняй этот залог, потому что Павел имеет в виду, что Тимофей тоже отдал Богу тот же самый залог и получил от него как залог вот тот дар Духа, о котором, собственно, вся первая глава, о которой Павел говорил еще в 6 стихе. Вот храни этот залог Святым Духом, живущим в нас, Духом, который живет в нас. И тоже это очень поучительная вещь, потому что, понимаете, по факту мы чаще всего не верим в таинство миропомазания, даже если вообще знаем о его существовании. Нам трудно, не хочется по каким-то причинам или не можется поверить в то, что действительно Дух Божий дан каждому крещеному христианину. Ну, мы привыкли предполагать, что дар Духа – это какие-нибудь несуразные или, скажем так, странные песнопения на неизвестных языках или способность передвигать горы и другие предметы интерьера или что-нибудь еще. Ну, это на самом деле вещи достаточно редкие, в каком-то смысле духовно-экзотические. Павел-то говорит о том, что вот этот залог – это то, что дано каждому человеку, он дан как Дух силы, любви и благоразумия в начале этого фрагмента главы. Дух, который действительно созидает нетленную жизнь во Христе, который дает человеку эту Христову благодать. И это выражается в способности любить, в способности поступать благоразумно, в способности – для Павла это очень важно в пастырских письмах – способности творить дела веры, добрые дела, которые несли бы свет, милость, мир, созидание. И поэтому он говорит – держись образца здравого учения. И это и будет сохранением данного Духом Святым залога. То есть вот этот дар Духа, который действительно дается каждому христианину, он на самом деле выражается вовсе не в каких-то вещах экзотических, а в том, что мы привыкли считать обыденным или даже почти обязательным в любви к миру и не любви к склокам и разногласиям, в любви просто к людям, к ближнему, в уважении к ближнему. Вот в каких-то таких вещах и в здравом учении, здравой вере в то, что этот дар благодати дан именно через Иисуса Христа, распятого и воскресшего. И вот в таком виде это не только дар данный каждому христианину, но и дар, без которого ты вообще не можешь быть христианином. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok